О ракетном терроре и защите украинского неба поговорим со спикером Воздушных сил Украины Юрий Игнат присоединяется к нашему эфиру. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Юрий, ну прежде всего хочется начать с оперативной ситуации. Расскажите, пожалуйста, за последние сутки какие города оказались под ракетными ударами и какие ракеты сейчас выпускает российская армия? Ну, накануне Дня независимости мы, в принципе, ощущали некоторые затишья по всей территории Украины, ну кроме как прифронтовых городов, где, в принципе, красный цвет тревоги на карте почти никогда не исчезает. Но вместе с тем все-таки некоторые затишья все-таки есть. Это такое тревожное затишье перед праздниками, главными праздниками нашей страны. Таким образом, наши вооруженные силы, воздушные силы, ежедневно защищая наше небо, готовятся к определенным, возможно, наращиваниям этой обострения ситуации. Ну, вместе с тем, в принципе, каждый день для нас не является каким-то иным. Все свои силы и средства, которые сегодня есть на вооружении, мы держим в постоянной боевой готовности, так же, как и военнослужащие, готовые к любым провокациям. Единственное, что нужно быть готовым не только вооруженным силам, но и нашему населению более быть сдержанными, более внимательными к тому, что может происходить. Именно провокации. И не только речь идет о ракетных обстрелах, но и других провокациях, которые враг может там устроить на День независимости. Поэтому призываем всех быть максимально внимательными в эти дни. Враг использует различные виды вооружения, как было и раньше. Это и «Искандеры» мы видим, так сегодня был уже подвижен удар «Искандерами». Также ракетовые озвучили Х-31. Накануне было сбито две ракеты «Калибр». Есть информация о том, что противник все-таки усиливает свое присутствие на некоторых направлениях, а также подвозит боеприпасы. Это касается и территории Беларуси. Но еще раз подчеркну, что этот день по готовности наших войск не будет отличаться от остальных. Наши военнослужащие будут готовы к отражению атаки воздушной и готовы защищать свою землю. Юрий, вы уже упомянули о том, что нашим гражданам сейчас надо быть внимательными, крайне внимательными. Напомните, пожалуйста, в том числе, когда звучит воздушная тревога? Сколько у людей есть времени для того, чтобы спуститься в укрытие? Время самое разное. Ибо алгоритм, высчитывание его тоже непростой. Если ракета запущена «Искандер», к примеру, с территории Беларуси, с аэродрома Барановича, то до Киева там совсем недалеко, скажем, и расстояние не такое же большое. Для такого оперативно-практического комплекса речь идет о 10 минутах. Если запущена ракета с Каспийского региона, с районах Астрахани, то, соответственно, это уже может быть время до 40 минут, потому что ракета летит со скоростью 800-900 км в час, и, соответственно, есть время для того, чтобы скрыться. Поэтому тут разные алгоритмы просчета, потому что враг атакует нас с разных направлений. Это «Черное море», ракеты «Калибр», уже озвученные Каспии, ракеты Х-101, Х-555, также «Искандеры» и ракеты авиационного базирования с территории Беларуси и России, то есть с севера нашей страны. Время может быть самое разное, потому что, когда звучит сигнал воздушной тревоги, вы не знаете, какая именно из ракет, вам же гудками не сообщат. Это приведет к путанице, и поэтому как можно быстрее нужно на них реагировать. Мы не знаем, это 10 минут или 40 минут. Юрий, а уточните, пожалуйста, есть некая статистика, откуда чаще всего выпускаются ракеты по украинским городам? Это Беларусь, Кас, воздушное пространство над Каспийским морем, или все же из Черного моря? Ну, тут, вероятнее всего, если так сразу по памяти, то, наверное, все-таки калибры, все-таки калибры, потому что ракеты Х, которые мы озвучили, та же Х-101, они довольно-таки дорогие в сравнении, дороже в сравнении с калибром. Ну и речь идет еще и о базировании, и о, ну, имеется в виду, что носители этих ракет, это все-таки Черноморский флот и Каспийская флотилия, они находятся ближе, и у сил противовоздушной обороны, которые есть в Украине, ну, меньше времени для реагирования на эти угрозы, поэтому чаще, наверное, все-таки калибры. Калибры, а также Искандеры, вернее, не чаще, а... То есть из акватории Черного моря все-таки? Да, акватория Черного моря, но и, безусловно, Беларусь, это Искандеры. Тут тоже противник смотрит по тому, куда ему нужно наносить удар, если это области там южные, центральные, то может быть калибры, если другие, то могут быть территория Беларуси или Каспии, там с Каспия, в принципе, вот эти ракеты Х-101, они летят 5500 километров, поэтому могут попасть в любую точку Украины, расстояние позволяет. Юрий, накануне оперативное командование ЮГ заявило, что оккупанты потеряли два зенитно-ракетных комплекса С-300 и мобильный радиолокационный комплекс НЕБА-М, и это лишь за сутки были уничтожены четыре средства противовоздушной обороны противника. Если вот сегодня подводить итоги некие, завтра ведь полгода войны уже, что можете сказать о работе и наших войск ПВО, и о том, как много за это время, за эти шесть месяцев, систем ПВО, средств ПВО разместила на оккупированных территориях российская армия? Достаточно много, это сотни единиц, и есть представление у воздушных сил наших, у разведки, о размещении территориально, где, ну, соответственно, и комплексы ПВО, они перемещаются, меняют дислокацию, но благодаря нашим разведывательным органам и другой информации, которую мы получаем из других направлений, у нас есть полная картина того, где какие средства противовоздушной обороны развестили оккупанты, я уже не раз там не говорил, о каких типах идет речь, это ТОР, Панцирь, БУК М1, БУК М2, БУК М3, С-300, С-400, то есть весь спектр, все типы вооружения ПВО, которые есть в России, они расположили на временно оккупированных территориях и также в Крыму. Поэтому ихняя демилитаризация и ликвидация – это вопрос номер один, это возможность работать нашей авиацией и помогать силам обороны. Юрий, если о помощи как раз говорить, сейчас много в сети фотографий и видео, в том числе и от отдыхающих и туристов из Крыма, которые сейчас показывают, где расположены системы ПВО в Крыму. Расскажите, для скорейшего освобождения оккупированных территорий от средств ПВО российской армии существует ли сейчас некая, возможно, электронная почта, приложение, куда могут скидывать украинцы, которые ожидают на освобождении территорий, информацию о расположении войск вражеской армии? Безусловно, есть различные чат-боты, тут вообще сейчас в этом плане все открыто и очень много. Действительно, единственный недостаток этой информации – это то, что ее настолько много, что нужно фильтровать. Ведь поймите правильно, что работают не только, вернее, помочь хотят не только наши граждане, но и хотят помочь и разведка противника, так и информационно-психологические операции, которые они проводят, не могут вводить нас в заблуждение. Даже вот это фото из Крыма сделал отдыхающий на фоне, о котором вы говорите, на фоне С-400. Но вряд ли он смог бы так просто его сделать, и вряд ли бы ему дали просто так уйти с фотоаппаратом. Поэтому это все нужно рассчитывать, сфильтровать, мало времени. Тем более фото сделано уже давно, и эти комплексы давно уже оттуда уехали. И поэтому не всегда информация может приносить пользу. Поэтому тут нужно к ней относиться очень внимательно. Еще хочется узнать ваше мнение. Министр обороны Российской Федерации на днях буквально заявил, что за полгода этой войны они трижды применили комплекс кинжал, когда атаковали украинские города. Можете рассказать, сколько таких кинжалов у России, о чем говорит их использование? И действительно, только три раза они были использованы по украинским городам? Ну, есть информация, что не три, а больше. И насчет количества, но можно только пользоваться данными из доступных открытых источников. Это от 40 до 50, кажется, единиц этих ракет было выпущено в 2018 году. Ну, возможно, противник еще где-то нарастил производство в этом направлении. Поэтому пока есть такая вот информация, это довольно-таки опасный комплекс. Заявленные тактико-технические характеристики, безусловно, высоки. Ну, видим, что и применяли они в деле действительно очень сложную цель для определения ее в воздушном пространстве. Это как летит фактически в верхних слоях атмосферы, в стратосфере. И оттуда, как Искандер, фактически это и есть Искандер, только воздушного базирования опускается на свою цель с громадной скоростью. К сожалению, на сегодняшний день средств поражения этого комплекса в воздушных силах нет. Юрий, спасибо вам огромное за оперативную информацию. Надеемся, что наше небо будет под защитой. И в эти дни ничего страшного для Украины не произойдет. Юрий Игнац, спикер воздушных сил Украины, был с нами в прямом эфире проекта «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова